привет всем одесситам и украинцам меня зовут ника я родилась и выросла в одессе уже много лет живу в америке через канал репортер одессы я хотела сказать вам что-то очень важное сначала моим друзьям и родным которые живут в украине ребята я никогда в своей жизни не была так горда той страной в которой я родилась и и вырослые людьми которые живут в этой стране я могу себе только смутно представить в каком состоянии каждый из вас живет уже вот почти неделю каждый день может стать последним каждая минута с близкими и родными может стать последний в любой момент я много говорила с многими из вас и я знаю что первой реакцией на вторжение атаку на которую решился карлик было неверие страх это абсурд это это просто безумие бомбы летящие с неба танки едущие по улицам но вы мы удивили восхитили весь мир украина малюсенькая маленькая нация сердце европы о которой даже мало кто слышал теперь стало вдохновением для всего мира оказалось что каждый украинец это герой оказалось что сила вашего духа гораздо сильнее военные силы агрессоры любовь к своему дому к своим детям своей земле это самое мощное оружие и вы это доказали знаете я работаю в журнале и по работе я конечно читаю очень много новостей я читаю левые я читаю правые сми америки я общаюсь с республиканцами и демократами с разными людьми я не видела ни одного американца который бы не восхищался вами и который бы не искал способа помочь вам я не видела ни одного издательства которое бы симпатизировал агрессор ну и как вообще можно оправдать убийство и смерть я читаю российские сми тоже конечно надо много разгребать через явную ложь и пропаганду но я просто пытаюсь понять как это может быть оправданной и как какова вообще логика какая-то извращенная того что происходит и теперь я хотела бы сказать несколько очень важных слов россиянам и русским солдатам ребята вы сами знаете что вас обманывают обманывают используют самым худшим способом вы сами знаете что вашей жизни ничего не стоит для вашего правительства российские мамы ваши дети ваши сыновья для путина этом пушечное мясо посмотрите что с ними происходит на украине они сгорают заживо в танках их расстреливают они умирают в агонии и ужасе потому что их загоняют на чужую страну чтобы убивать тех кого вы когда-то называли своими братьями и сестрами и ваши дети умирают не за правду ваши дети умирают за дворцы и побрякушки они умирают за чудовище которое уже и так высосала кровь из когда-то такой прекрасной вашей страны матери и отцы россии вы можете это остановить выходите на улице и защищайте ваших детей говорят что нет ничего страшнее чем пережить собственного ребенка и поверьте я это никому не желаю сейчас чтобы этого избежать вы не сможете отсидеться просто и отмолчаться вам надо избавиться от этой раковой опухоли которая растет из кремля вы или удалите ее или она сужрет и вас и ваших детей и поверьте ее все равно не станет потому что если у кого-то остались оставались еще сомнения по поводу путина они развеялись во всем мире его не станет очень скоро но ваших детей уже будет не вернуть ребята которые дают которым дают которые берут оружие в руки на украине вас ждет только смерть я знаю что вы это знаете я знаю что вы боитесь и вы правильно боитесь знаете когда стало понятно что вооружение что что вторжение произойдет что он и неминуемо я надеялась всей душой что вы развернетесь и и и пойдете на кремль потому что именно там сидит ваш враг не в украине но вы выбрали многие из вас выбрали преступление смотрите уже почти пять тысяч ваших братьев находятся в аду за выбор которые они сделали выборы есть он есть всегда если вы верите в бога я знаю что многие из вас верят в бога вы знаете тогда что он создал каждого из нас свободны и каждый выбор который мы делаем каждое решение которое мы принимаем каждый день или приближает нас к его цар и к его царство или удаляет от него все очень просто подумайте где вы хотите быть спасибо телеканалу репортер за то что дали мне возможность обратиться всего доброго